Приветствую вас, ребята, комрады, комрадши и комрадята! Вы на канале В поисках золота и кладов и сейчас я вам покажу очень-очень интересную находочку, которая попалась мне в одном из недавних выездов. Давненько я охотился за этим артефактом, попадались мне половинки от этого предмета, но вот целый, целый попался мне впервые! Как-то кажуть, друзья, невдачка спиткала. Пожалуйста, крестик. Пожалуйста, Русь киевская. Но не хватает одного лучика. Вот такой инвалид. Ну ничего, ищем и не отчаиваемся. Попался, не пойму то ли целый, но скорее всего это только верхний луч от креста, от какого-нибудь большого креста. Вот, ухо есть. Тут что-то не пойму, то ли облом. Вот. Материальчик. Что-то со свинцом связанное. Вот такой вот. Я думаю, что это верхний луч. Ребята, никогда не отчаивайтесь. Вот, видите, все в следах. Все. Вдоль. Поперек. Но тут нет живого места. Все полностью в следах. И, пожалуйста, выцепил сигнальчик? Выцепил. Смотрите. Смотрите. Какая красота. Не целый, но... Рельефчик. Замечательный. Створочка, друзья, энкалпиона. По-моему, Иисус Христос, распятие и Богородица Асунта. Это у нас распятие. Это у нас Христос. Вот. Сохранщик, смотрите, какой. Отличный. Видите, и все целенькое здесь. Вот. на реставрацию уже отправлять к специалистам. Передам привет одному из них. Шановному Водомиру на захидную Украину. Будет ему приятно. Привет. Из Житомира. Земли древлянской. Вот. Полный вот таких артефактов. Животное встретилось на пути. Вот. Окупировал, смотрите, мой прибор. Слезать не хочет. Слезай, родной. Ап-а-па. Что ты акробат? Мире животных. Отличная, друзья, попалась мне находочка. просто мечтал я о ней очень-очень давно. Попадались мне только кусочки, обломыши от этого дела. А тут вот он, любимый мой, родной, дернул мне. Смотрите, что это у нас, друзья, амулет молния. 2-й, 4-й век нашей эры. Вот так. Римские времена. Вот такой целенький амулетик молния. Да. Парадокс. Рима здесь нет, а амулетик попался. Бегали, видать. Немножко они и здесь, но не жили. Вот. Потеряли. Отлично, друзья. Суперская находочка. Суперская. Мечтал о ней я давно. Итак, что же это за предмет и кто его потерял? Амулет этот связан с почитанием Донара, бога войны, грома и бури. Именно ему поклонялись древнегерманские воины. Донар аналог скандинавского Тора, старшего сына Одина. У них, кстати, был даже свой день, четверг. С английского четверг буквально переводится как День Тора, ну а с немецкого День Донара. У Донара была своя древняя руна Зиг. Это была руна Солнца и Победы. Да здравствует Победа! Зиг Хайль! Кричали немецкие нацисты, но им это, как известно, не помогло. Амулету этому примерно 1800 лет. Датируется он третьим веком нашей эры. В зависимости от материала, состояния и исполнения, стоимость подобных амулетов молний от 10 до 30 долларов. Но продавать я его наверное не стану. А вдруг древний амулет молния и мне принесет какую-нибудь победу? и я не знаю, не знаю, что это может быть